Девушки отдыхают 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 под названием Тайган. Охренеть, мост разрушен. Красиво как. Слушайте, а вот здесь можно зайти и посмотреть? Остановочка, я так понял. Можно... Да? Не, не, не. Охренеть. Круто. Ну, реально, вау. Думаю, они думают, я их боюсь, боюсь. Хуй там. Почему они смотрят на меня? Мне просто вот интересно, почему на меня взводрят? Я хотел тихонько снять, тихонько убить. Че за маза? Слепался. Ну, типа, как по-другому. По-моему, они кончились. Спасибо за помощь. Поднимай сюда, поболтай. Сейчас. Только не стреляй. Хе-хе, только не стреляй. Так, забираем, забираем все, что здесь есть. Почему они дальше, кстати, не поднимались? Это вообще бред. А, сука, попался. А, ты откуда взялся? Ну-ка, полетай! А ну! Оружие убрал! О-оу-оу, полегче, я же помог. А я говорю, убери, быстро! Хорошо, мне неприятности не нужны. Я еще корабль, мне домой надо. Не знаю, что подходящего. Ну, корабль у нас только один, зато подходящий. Идем, покажу. Не, нихера себе, вытолкал меня. Так. А че, че я не могу быстро двигаться? Ты тут осторожно, а то загремишь в трем. К тем, вон, красавцам. Все гоняется за мной. Перед котом своим выслушаться хотят. Хорошо, хоть живые взять пытаются. Ну че, доставай бинокль. Отсюда хорошо видно. Так. О, слава богу, что подказывают. Вон, видишь? Вау, а сабмарин. А здоровая какая. Хороший билет домой. А где твой дом, кстати? Как-то мне твой акцент подозрительно знаком. Сан-Диего. Опа, еще один американец. Что вам тут, медом намазано? Еще один? Медом намазано. Да и вправду, похоже, не в курсе. Так что расскажу, но позже. Хм, сворачиваемся. Что за черт? Крылан заметил нас. Уходим, пока не налетел. Черт, опоздай! Проваливай крыс за летуги! Ох, нихера себе! А, у меня сейф есть хотя бы. Где? Где эта сука? А, это, походу, дети. Хе, мелкие. Ну, уйти никак тут, надо убить. Только убить. Че, все? Или еще живой? У меня патронов мало. Твою мать! Твою мать! Твою мать! Какой свыше? ХWell! ибо чуть не отлетел а нет патронов да походу надо так выбираться окей погнали мелкие какие-то еще твари куда-то дальше надо пешком добраться до этого деда и и и и и и Продолжение следует... 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 Да, 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 кого-то убивать будут. Типа, зачем они убивают, блядь? Реально лучше в рабство отдавать. Ну, вы и так еле выживаете, у вас так мало народу. Да, я рада вас видеть, я не встретил другого американца в 23 лет. Меня зовут Том, по-другому. Доброе утро, тоже, Том. Это корабль у вас, могу ли я купить ticket? Капит ticket? Ха-ха-ха, это хороший. Смейте мне, Ледстон. Так куда тебе билетик-то? До Сан-Диего, один дорогой. Калифорния. Вот где рай на земле был. Ну, если не считать пробки в аллее, в час пик, конечно. Слушай, напомни, как ваша команда бейсбольная называлась? Падрес. Точно, наши с ними играли часто, я то и с Сиатласом. Мэйринерс, это если ты меня еще проверять, думаешь. Ничего личного, Капрал, время сейчас такое сложное. Понимаю. Доверяй, но проверяй. Точно. Кстати, Сэм, знакомься. Это Клим, моя правая рука. Отвечает за силовое крыло моего бизнеса. Привет, Сэм. Глэд ту митю, Клим. Вовремя Климова ребята тебя пригласили. Док от ветра частично защищает, и все равно видишь, что творится. Да, станься я там, может уже был бы на полпути в Кэнзас, хотя мне туда не надо. А куда надо? Хотя, постой. Давай-ка, Сэм, сначала закурим, и расскажешь нам свою историю. Спасибо, не откажешься. Впрочем, рассказывать мне особенно нечего. Ближний Восток, потом Евгенистан, потом в Москве посольство охранял. Когда началось, я как раз в метро был. Там, в подземке, много кто спясся. А потом сидели двадцать лет и думали, что мы одни на свете остались. Это как? Глушилки по периметру. Главари все знают, но скрывают. Двадцать лет? Нахрена? Ни малейшего понятия. Мой друг узнал правду, а с ними весь отряд, где я служил, пришлось бежать. Пересекли континент. У нас поезд был. У Байкала мы разделились. Я дальше на восток поехал к океану. Отец мой, если жив, то он ждет, понимаешь? Мне надо домой. Ему семьдесят теперь должна быть. У меня мало времени. Ха, понимаю. Ищешь, кто перевезет тебя через океан? Да. Сейчас через пасыфик не ходят. Это раньше было просто. Но я могу отвезти тебя на этой лодке. Скорее не могу, а мог бы, Том. Да, Клим. Я могу как-нибудь помочь, Том. И, кстати, как тебе это субмарин досталось? Это длинная история. Может, лучше коротко рассказать? Я, честно говоря, не настолько спешу. Ну, тогда начну издалека. У меня тут, кстати, почти настоящий Теннесси Саомеш получился. Выдержки, конечно, не хватает, но вкус все равно очень недурен. Выпьешь с нами, Клим? Выпью, но своей. Не люблю я этих твоих изысков. Подумаешь, первая партия неудачная вышла. Но как хочешь, конечно. За встречу! За встречу! За встречу! Вау! Great stuff! А я что говорил? То-то! Ну что, готов слушать? До войны я тут бизнесом занимался. На международном рынке оружие, в основном. У местных были большие деньги и возможности. Но не было связи и стиля. Вот я этот недостаток и компенсировал. Клим отвечал за связи с местными партнерами. Как раз перед войной дело вышло на хорошие обороты. Но тут упали бомбы. Дальше сам представляешь. Yep. У нашей компании, правда, оказалось важное конкурентное преимущество. Полные склады оружия. И ребята Клима, которые эти склады охраняли. Дальше мы динамично развивались. И несколько лет назад узнали о процветающем поселении здесь, во Владивостоке. Руководил здесь знакомый тебе бывший капитан. Он, конечно, неплохо все организовал, но к постоянной борьбе с бандитами оказался не готов. Тут мы предложили сотрудничество. Капитан согласился. И не прогадал. Проблему бандитов Клим решил радикально. И в кратчайшие сроки. До сих пор висят местами. Да, ну а потом выяснилось, что лодка-то все это время была на ходу, а он даже не пытался воспользоваться такой возможностью. А как ей воспользоваться? Сразу видно, что ты не бизнесмен, как и он. Конечно же, для всеобщего блага. Столки лет после войны человечество прозябает, потому что не осталось силы, которая могла бы заставить выживших объединить усилия для восстановления цивилизации. А мы можем создать такую силу, новое государство, настоящий сияющий город на холме, и повести всю землю к новым вершинам, обратить конец света в новое начало. Нам даже стрелять не придется. Бросить якорь на рейде любого поселения, открыть ракетные шахты, сами все отдадут, признают нашу власть. Не по душе такой вариант. Но это всего лишь констатация факта. Мы здесь власть, мы сила, мы поведем всех за собой в будущее. Понимаю. А что же капитан? Устроил скандал, пытался от нас избавиться, но когда понял, что его карта окончательно бита, сбежал. Ну, значит, теперь ты решаешь, куда плыть правильно? Эт да. Только у нас есть одна проблема. Лодка-то на ходу, но реакторы выработали все топливо. А достать новое, заправить лодку, может только бывший капитан. К сожалению, после того, как мы разошлись во мнениях, он с нами даже разговаривать не желает. Понял. Многое начинает проясняться. Прекрасно. Прекрасно. Тогда вот мое предложение. Сэм, побудь парламентером. Уговори старика. Пусть он поможет добыть топливо, а мы оставим ему поселок и найдем себе базу получше. И пусть забирают всех членов экипажа, кто не захочет идти со мной. И как будет топливо, первый пункт назначения Сан-Диего. Дил? По рукам. Сэм, как парламентеру тебе нужна защита. Я пошлю лучших людей. Спасибо, Клим, но я предпочитаю работать один. Вот это я понимаю, хватка. Оставь, Клим, Сэм справится. Как скажешь, босс. Значит, договорились. Но все же, раз ты представляешь нашу сторону в переговорах, надо тебя экипировать как положено. Клим, настрой, пожалуйста, рацию Сэм на наши частоты. Ага. Вот. Теперь самая главная карта. Точная, насколько это сейчас возможно. Плюс здесь помечено известное нам укрытие капитана, так что попробуй сначала пройтись по ним. Есть. Сэнкс, Клим. Ну что, с радио разобрали. А за остальным зайди в тир. Там тебе все выдадут. Заодно и оружие пристреляешь. А лучше сначала передохни. Ты же с дороги. Спасибо, но я лучше пойду. Предпочитаю ковать железо по краса. Ха-ха-ха. Ну, как знаешь. Спасибо, Том. Но я пойду. Буря-то уже кончилась. Удачи. Будем держать связь. Счастливо. Счастливо. Пока. Том, вот скажи, какого. Что, какого? Какого ты мне пацанов с ним послать не дал? Взяли бы козла старого, по-тихому. Знаю я твое, по-тихому. Хватит. Вы же облажались, мои пацаны, когда капитан ушел. И ладно, сам капитан. Он хоть на виду. Столком две с остальными. Ищем. Ищем. Год уже скоро будет, как ищете. Охренеть. Так, короче. Ну, типа, я понял. Тут в любом случае махинации очень жесткие. И скорее всего мы их убьем и просто отожмем корабль. То есть я сомневаюсь, что все так пройдет, так как думает этот чел. Ты куда нам? Ну, мы отсюда пришли, в эту сторону. Привет, дядя Сэм. Тебе в тир сейчас. Там все выдадут. Босс распорядился. Вон туда, по мосту. Ну, они, да. Ну, это он, ну, типа, он абсолютно прав. Это очень жесткое преимущество. Очень жесткое. Я сомневаюсь, что он базу поменяет. О, похоже, починил. Пора проверить. Это слегка. О, ты, это Американ. Не работает. Ты сэкидэд, там есть что-то плохое. О, а вот и наш гость. Раз знакомству. Я Данила, оружейник Тома. Босс приказал поскорее тебя экипировать. Так что давай сразу к делу. Сначала универсальный детектор. В руинах полно мин, так что без этой штуки из дома не выходи. Кроме мин, она еще ищет запчасти, оружие. Всякую всячину, в общем. Неплохо. Именно так. Теперь автомат. Выглядит знакомо, но необычно. Местное производство. Под самодельные зажигательные патроны. Первое дело от мутантов. Обычными патронами тоже стреляет. Только магазины особые. Чтобы наши идиоты их в обычные автоматы не тыкали. Спасибо. Буду беречь. Рад слышать. Ну, пожалуй, у меня все. Можешь испытать обновку? У моего помощника на готове пара магазинов. Вот ваши патроны. Удачи. Только этот не просто выглядит знакомо. Это самый настоящий 45-й калибр из складских запасов Тома. Мы немало таких в свое время продаж. Не откажусь. Попробуй поразить все цели. Всегда хотел посмотреть, что будет морская фото. Класс! Ну, нормально. Отдача только сильная. Впечатление! Ну, довольно неплохо, да. Надо потренироваться с этой штукой. Ну, попытка была неплохая, но... Может, еще попробуешь? Еще патрону? Конечно, берите. Не, спасибо. Ладно, отправляемся. Не будем тянуть. Ну, блин, да. У них тут мини-город. Да, я бы не отказался. То есть, если я имел бы такую власть, имел бы сколько народа... Это, да. Так что, то, что тут говорится, это бред. Ну, понятно, типа, Сэм хочет... Это же хочет... Он взять власть полностью в свои руки и, скорее всего, так и будет. А так как Сэм... Найди капитана. Слушайте, есть четыре точки, но у нас отмечена одна полностью хрестиком, у тебя значим, там, скорее всего. Так что, тебе не нравится новый курс... Кстан, если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, то здесь... Я могу сесть. Мне просто интересно. Ну, снова привет, американец. Ты же не обижаешься. Не обижаюсь. Сказал подать тебе хорошую лодку. Так что вот. Спасибо. Ну, да, так как здесь больше на воде всё. Кстати, это всё затопило нижние ярусы, да? О-о-о! А тут нет ни... Прям возле базы. Это пиздец. А, мина. Пиздец. Надо аккуратно. Да, аккуратно, потому что придётся отстреливаться. Слышу тебя отлично, Тон. Хорошо. Забыл сказать. Имейте мои люди в пути, что ты хочешь. Правда, вокруг шляется целая куча всякого отрепия. Так что если кто проявит разъем, спокойно можно жить на попал. Спасибо, Тон. Буду видеть видео. Пожалуйста. Удачи. Я не спрячусь. Так. Это какое-то место. Я, в принципе, могу здесь выйти. Я понимаю, что не сюда мне. Так. Так. Охренеть. А их здесь дохера? Так. Ну я это, типа, обратно смогу пройти, да? Если что. Так. Ну просто пощекаем хотя бы что-то такое. Что это за место и что здесь. Так. Ну понятно, что никого дома. Прикольно. Так. Что-то еще есть такого интересного. Так. Где? А я думаю, блять, где они, эти пидорасы? Так. А ну это обратный, да? Выход. Так. Принимаем оборону. Хуй его знает, откуда они зайдут. Так. 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 а это короче одна база одна из баз но прикол в том что в принципе можно и пойти сразу к финальной где там находится он но так нет нет будет не так интересно так слушайте что с патроны и что мы полностью исследовали да это место ну будем зато знать что мы тут были все исследовали все возвращаемся обратно для каких-то хуя нихуя семечек и печенку пробует меня бросить нахуй сивался ты нахуй сивался так быстро уходим такая похода отсюда пришел да тут уже локация большая но нам в принципе смотрите нам прямо можно еще поплыть в эту сторону да давайте поисследуем все я думаю разделим на две части вот историю сама так но я думаю где-то здесь выхода так что то есть у меня патронов мало если честно и это все сейчас будет опасно тут разиация походу пригодится так хорошо это что такое так это какая-то новая новая растение какое-то она здесь хотя бы никого пока не есть хорошо просто так забираем все ресурсы ходим дальше это что одно из убежище верстачок отлично делаем патроны противогаз делаем у меня кстати не было вообще ничего здесь максимум то есть у меня типа ничего нет материалов я понял понял улучшения какие-то ничего не выпадало чистку сделали короче пока максимум вот это мне точно пригодится так а сейчас кста сейчас кста у нас есть улучшение можно попробовать поставить что у нас есть прицел такой вот и магазин больше я кстати чуть не упал и утопился так подняться я наверх не могу но и типа не нужно там тупик так что здесь прячет ничего это что-то типа вроде школы да это школа блин этот кашель да по ходу вот это мне точно пригодится а зачем ну пригодится окей очень пригодится так все уходим я так понял мы тут все исследовали это какой-то кабинет что ли который мы попасть я так понял не можем так ну это все по ходу ладно уходим я так понял исследовали это место но такое спокойное кстати спокойное просто спокойное место мы его исследовали окей выходим отсюда так так сейчас как не проебать прыжок отлично погнали к следующему месту оно где-то на этой в этой стороне но я вижу наверху он стоят он походу там скорее всего мне кажется ловушку попал так 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 паркуемся задняя что это за я хочу выйти и я не могу твою мать я не могу я не на что вы понимали я не нажимаю действия то есть я отжимаю но почему-то сэм баги баги я надеюсь я выплыву сука не туда хорошо ну хотя бы так оп стрельба так погнали блять блять надо выключить так ну зато они не поменялось сахаром хранение погнали а что это такое почему у меня управление почти само типа действует блядь я вообще-то с тобой нихуяся у них тут а заруба ладно обойдем я не ворды я обойду мины или что здесь мины я надеюсь я не зря сюда пришел эти мины если подсвечивались хотя бы это было бы круто так я вот в тыл зашел тебе это больше не надо нормально ух ты нихуясь он с дробошом ебашит полегчало уже так ну это вам полегчало но не мне это вам месье сэм полегчало мне еще хуёво так так ну тут можно тихо я так понял пройти да если это знал как ну я не такой я люблю стреляться пидорас прям прямое ребята прямое ай опасно что они здесь делают вообще а они кино смотрят слишком много для глаз так это забрали D да так а что здесь яга зайду колоночки а я так понял мы типа забираем по-тихому а потом а потом мы начинаем отбиваться можно тут по-тихому было но я не настолько самоотверженный но это походу последний просто хочу поисследовать что находится ножики метательные они тренинг это база типа неплохая кста кто-то живой походу здесь так ну это тоже что-то вроде школы только больше намного по размерам все слышу капитана отправляемся к нему кстати я могу пешком мне не обязательно дальше плыть да 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 вот вот я слышу так там уже он полным ходом отстреливается твою мать то ну типа вот можно приплыть сюда и типа отсюда но окей похуй ты на приближимся в регион он зеленый ребята он зеленый я его еле заметил по факту ну смотри парень ахуеть ну это смерть конечно на толчке просто бутылочкой просто парнишка сдох шух ты ебать там просто капитанчик делают характере характере твою мать это походу лифт был надо на воду смотреть где-то здесь знаете как я увидел просто последний момент закрыто я просто хочу все исследовать где-то здесь они палятся они палятся в воде будем давать потычки лично параша здесь там их нет никого их нет они 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 если сейчас сзади появится это пиздец надо искать другую дверь блядя наверх мне патроны заканчиваются я понимаю что надо помочь мало патронов надо давать точные выстрелы а Насколько их дохера? Бля, ни у кого патронов нет. Первый с патронами, охренеть. Так, у меня ещё заряд садится. А-а-а, бля, а где? Где подъём? Где я проебал? Где-то я проебал. Охренеть, а что ему проебать? Интересно. Значит, обратно идём? К ста, я ещё не могу, наверное, забраться. Нет, могу, слава богу. А что если я упаду? Я упаду вниз, просто обратно к себе. Надо выше как-то. А как выше подняться? Где я не был ещё? Блядь, а как на... И карты нет, слушайте. Ой, как к нему забраться? Ребята. Ну точно никакой прыжок не надо делать. Тем более, зачем тогда меня сюда везти? То есть, вот пятно жёлтое. То есть, оно показывает, что мне, типа, сюда. Поиграем? Отлично. Сыграли, заебись. Так. Куда нам дальше, ребята? Слушайте, там что-то есть. Может, через окно? Нет, не через окно. Я пойду сейчас ещё полетаю. Ну, слушайте, здесь тупик. Вот реально, то есть, комната... Ну, куда это выход идёт? Просто никуда. Паромщик, не жми на тормоза. Ладно. Здесь что? Здесь параша, окей. Здесь, типа, я не могу подняться выше. Вот. Если бы даже захотел. Тут всё разрушено. Возвращаемся. А что делать? Что делать-то? Возвращаемся. Я там одно место проебал и всё. Ну, только здесь надо спускаться. Ну, типа, ну, спускаться тоже, типа. Зачем тогда я поднимался? Здесь закрыто. Вот здесь я не был. Ну, а заебись посмотрел телик. Так. Ну, я где-то, где-то что-то я упускаю, ребята. Очень жёстко причём. Так. Я же говорю, очень жёстко что-то пропускаю. Ебать, а почему сюда я зайти не могу, ебать. Где этот пидор? А, вот. Иди нахер. Понял. Так, а, это верстак, окей. Давайте. Одну хилку я могу сделать патронов немножечко. Ну, у меня закончилось всё. Чистку делаем. До половины, да? А, у меня нет материалов. Я понял. Ладно, пошли. А, ну вот, кста проход. А, ну вот, кста, 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 кста. Ну, по сути, что? Я здесь всё исследовал. Это спуск вниз. Надо как-то наверх. То есть, у меня типа есть вот подсказки, что-то вроде. Вот. Тут уже тупик. У меня идёт. Я очень жёстко что-то... ...постыкиваю. Очень жёстко. Так, ну сюда нет. Я не могу. Если я пойду прямо, я упаду. Правильно? Правильно. Только сюда. Понимаете, у меня, ну, только сюда проход. И я слышу, он где-то там стреляется. Значит, что-то должно быть. Что-то я упускаю. Выше я не могу. Никак. Ну, никак, никак. Вот, видите, никак. То есть, только сюда. Здесь отстрелка. А дальше вот здесь... Блядь, пиздец. Так здесь же закрыто. Ебать. А как я... А как я не заметил? Как я не заметил, кстам? Как? Как? Как-то скатина! Берегись! Ну, спасибо, дядя Сэм. Эдуард Баранов. Бывший капитан. Очень приятно, Эд. Как ты в эту переделку попал? Это один из моих причалов. Обычно ловушек внизу хватало. Местные уроды давно поняли, что ко мне лучше не соваться. Идем, пока новых не набежало. Тупые твари. Сколько не убивай, они все лезут. Сэм, помоги-ка отодвинуть. Взялся? Давай! О, справились. Ох, все болит. Ну, ничего. Главное, живой остался. Так на чем я... А, ну вот. А тут к бандитам из Дома культуры важные гости приехали. Сходка главарей, похоже. Но у хозяева и расстарались. Прогнали уродов из соседних развалин, чтобы не мешали. Вот эти лишенцы сюда явились в полном составе. С одной стороны бандиты, с другой местная стая. Деваться некуда. Полезли наверх? Я бы отбился, но клин поймал неудачно. Понимаю. Скажи, Эд. У Тома был? Да, он предлагает сделку. Да, сделки он любит. Эх, старость, не радость. Ну, почти пришли. Ладно, спаситель, будем отчаливать. Прошу на борт. Нам еще до места добраться надо. Скажи, Эд. Что тут произошло во время войны? Попаданий по городу вроде не было, так откуда такие разрушения? По городу не было, да. Зато по морю были. Аккуратненько так, прям по линейке. А мы не стреляли, ребята. Все цели и основные, и запасные без нас отработали. Мы запросили указаний, но ответа не получили. База, понятно, была уничтожена. Пошли сюда. Все-таки штаб здесь. Ну, а как добрались, города не узнали. Тогда, понятно, все еще хуже было. Как вспомню, запах. Выживших было мало, да и те, честно говоря, непонятно, как уцелели. Мы их с высоток поснимали, организовали кое-как. Ну и устроились в доке. В общем, неплохо даже устроились. По крайней мере, электричества хватало с реакторами-то. А когда топливо выработалось, мы уже были готовы, обзавелись плавучей электростанцией. Вот об этом богатстве слухи и пошли. А на них, понятно, явились бандиты. А потом и Том нарисовался. С предложением объединить силы и организовать эффективную оборону. Снайпер, ложись! Эх, ты чёрт! Не засыпил? Порядок! Голову береги! Ушли, братья. Видел, откуда бил? С воды гада не дождался. Не надо высовываться, я им займусь. Уверен? Ну что ж, действуй. Так, ну что, ребята. Операция снятия снайпера или что, или будем завершать. Что, добраться до убежища капитана. Ну давайте доберёмся, а потом будем завершать. Так, давайте зайдём, что здесь находится, мне интересно. Так, вот. Исследуем, что находится здесь. Там дальше посмотрим. Ух, слышу их дохуя. Убей, мютанта! Спаси дыр! Убей, мютанта! Спаси дыр! Прикол-то в том, что приказ был живьём взять, а они пытаются убить. Ихренеть. Угу. Давайте поднимемся, наверное. Так, и что дальше? Конечно, нет. Я уже здесь, сзади вас. И приходу вам пизда пришла. На хуй. Вы чё думаете? Они на того нарвались, на хуй. Порешаешь ты. Мать свою ты порешаешь, понял? Сосать, на хуй. Я просто меткий чел. Нормально, они просто ко мне падают, ребята. Кто ещё, где? Ну, давай, спускайся. Да спускайся, чё ты? Твои, блядь, соратники, на хуй. И пососёте. Вместе. А я здесь не могу открыть, да? Не могу, слушайте. Ну, типа, надо тихо было, а я поставил, сука, ручи, сделал. Так, потихоньку сейчас добираемся к ним. Ну, выходи. Ну, выходи. Я не свалил, я здесь. А, здесь тупик, окей. Окей, понял. Как подняться? Я же не нужен. Мне не получается забраться. О, наконец-то. Откуда? Не открывается. Понятно, он засел там. Я обойду. Не парьтесь. Ребята, сейчас я обойду. Пизды вам наваляем. Просто соберу всё, что тут можно. Угу, внутри закрылся. Окей. Так, открываем засовы, чтобы я мог в любое время сюда зайти. Ну, это, по поводу, ещё база бандитов одна. Так, дальше нам где-то дальше надо идти, наверное. Где-то сюда. Ну, наверное, наверх. Надо снайпера снимать. Так, ну, патронов херня, ребята? Надо будет по-тихому сейчас. Так. Здесь что? Лифт. Здесь всё закрыто. То есть, у нас вариантов особо-то нет. Надо будет, наверное, допадать через лифт. Ни хуя себе, ну, не туплять. Сверх убежища, я тоже сказал бы. Телики свои, вот это что, буржуечки. Отопление. Всё, 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 брателло, спокойно, всё путём. Вижу, теперь серьёзные люди по делам плавут, так что больше мешать не буду. Это-то Сэм, снайпер нейтрализован. Молодчина, Сэм. Спускайся на причал, сейчас я тебя подберу. Так, хорошо. Всё, открыто. И ключ не нужен. Так. Спускаемся на причал. Ну, я думаю, это здесь причал, да? Да. Давай, я уже жду тебя. Ну как, проблемы были? Не проблемы в целом. Скажи, что это за люди были? Это те самые бандиты, про которых я тебе рассказывал. Явились поживиться нашим добром, но с этим у них облом вышел. Тот, конечно, надо отдать Тому должное, а барону мерзавец организовал крепкую. Эти голодранцы в посёлок уже давно не суются. Пару лет назад в последний раз попробовали. Клим их так проучил, они даже трупы из петель вынимать боялись, хотя их по всему городу грозди висели. Ну вот, в посёлок не сунешься, деваться им некуда. Занялись промыслом. Ловят мутантов по-развальнам. Ну, зверолюдей этих. Они тупые, злобные, но крепкие. Повозки таскать, баржи тянуть, приводы крутить вполне подходят. Ну и жрут немного, так что выходит выгоднее, чем горючее жечь. Вот бандиты этих уродов ловят, приручают немного, а потом оптовикам сдают. Те пару раз в месяц с юга приходят. Расплачиваются оружием, боеприпасами, рисом. В общем, всё, что нужно для жизни на природе. Ха-ха-ха. В посёлок тоже заходят. Берут в основном генераторы восстановленные, моторы, другую технику. Наши механики всё-таки золотые руки. А ну и рыбу ещё вяльную. Такова вот экономическая жизнь региона. Ха-ха-ха. А чего эти ловцы по нам стреляли? У них весь город на участке поделен. Долго разборки шли, так что теперь по всем, кто без опознавательных знаков, они сразу стреляют. Понятно. Держатся за хлебные места. Ха-ха-ха-ха. Точно. Ну, всё, Сэм, приехали. Швартуемся и идём, покажу тебе свою резервную базу. Кул. Так что, расскажи, что там Том предлагает. Да в общем, предлагает оставить тебе посёлок и всех, кто не захочет идти с ним. Как щедро. А чего он хочет? Хочет, чтобы ты достал топливо для лодки. Ха-ха-ха. Заходился. Не волнуйся, лифт работает отлично. Мы давно с ребятами эту базу готовили. На крыше дизель стоит. Лестница у нас вариант на крайний случай. На нижних этажах полно уродов. Так что лифт это не роскошь. Главное, чтобы генератор работал. Значит, ребят тогда не поймали. Или не смогли у них ничего выпытать. Каких ребят? Когда с Томом стало всё ясно, мы с товарищами решили заправить лодку и увезти её из посёлка. Понятно, всю команду не посвящали. Знали только Сан Сейч, старпом мой, доминёр с химиком Саша второй и Володя. Они вышли на разведку. Две недели были на связи. Топливо нашли. Операцию назначили на ночь. Договорились, что я их подберу на месте. Но там вместо них меня ждали люди Клима. Еле ушёл. Думаешь, их схватили? Не знаю. Может быть и нет, на совпадение согласись странное. Да. Так, приехали. Заходи, сам. Ну, сам добро пожаловать. Располагайся, отдохни, всё равно на улице буря. скажи, Сэм, какой тебе интерес связываться со всем этим? Я домой хочу попасть, только и всего. Том обещал подбросить. До того, как начнёт новую ядерную войну? Или после? Сэм, это страшное оружие. Оружие, которое было доверено мне, чтобы защищать Родину. Не для того, чтобы с его помощью пиратствовать, или пусть даже устраивать царство Божие на земле. Понимаешь? Я не использовал его в войну, так какое же право кто-либо имеет использовать его сейчас, когда эта война нас всех чуть не прикончила? Э, Том разумный человек, не думаю, что он на это пойдёт. Том прежде всего бизнесмен, и цели добьётся любым способом. Неужели непонятно, что обещание оставить здесь всех, кто не захочет с ним идти угроза? Как думаешь, что с ними произойдёт, если я не заправлю лодку? По-моему, ты сгущаешь краски, Эд. Давай, я его сейчас вызову, и ты с ним всё обсудишь. Ну, давай. Том, это Сэм, капитан согласен поговорить. Эдуард, не буду ходить вокруг ты около, мне нужно топливо. А ты хочешь вернуть себе посылок своих людей власть? Я готов отдать тебе всё это. Как только реакторы будут заправлены, мы выйдем в море, и вы нас больше не увидите. Ты не веришь, что я не восполнуюсь ракетами, но я даю тебе слово, а ты знаешь, что слово я не нарушу. Ну, пока не нарушал, если не придираться к мелочам. Допустим, даже я поверю тебе, но Климу никогда. Он тебе не сказал, что вольные бандиты работают на него? Чего ты докрызил? Доказательств нет, но мои друзья пропали без вести. Клим ничего про них не говорил? Сказал, что ищет. Мы недавно уже были на его счет подозрений, и теперь они начинают оформляться. Болевару не снести двоих. Когда топливо будет, весь вопрос климам будет закрыт. Какие еще условия? Больше никаких. Значит, по рукам? По рукам. Я знаю, что еще пожалею об этом, но я согласен. Не пожалеешь. Договор есть договор Эдуан. Скоро увидимся. Спасибо, что поверил ему. Сэм, я ему не верю. Ни на секунду, чтобы он там не говорил. Не верю. Но у тебя нет выбора. Именно. Выбора у меня действительно нет. А, черт. Генератор опять вырубился. Идем посмотрим. Ах! прежде чем идти, сначала надо колено вправить, а то опухает уже. Конечно, это у тебя паин кирос есть. вообще я не пью, но у меня тут ящик молотовых. Смесь самогона с рыбьим жиром должно помочь. Хотя, конечно, еще бы закуску какую-нибудь организовать. пить. Ну, лекарство и должно быть мерзким, а то не поможет. Твое здоровье. лекарство плохо. На, ты тоже подкрепись. Ты уверен? еще бы. Пей. И давай еще раз. Дискастер. Так, будем приступать. Тяни. Держись, Крапча. Это точно. Что-то не вышло. дай передохнуть немного. И себе тоже достань. Cheers. Awful. Ну, тащи. Давай. Как следует тащи. Ладно, тащу. Черт. Ужас, как больно. Спасибо за ногу. уже не болит. Уже не болит почти. Твое здоровье. Cheers. не болит. Не болит. Не болит. Не болит. Не болит. Не болит. Идем посмотрим, что там с генератором. Ты уверен? Не болит. тут вламывается к нам сарфом и орёт. Где магнитофон, мои роды? Да, всё теперь. Включайся. что оказалось не все слышь что там музыка вот была бы у нас музыка вот это месса вот теперь точно включайся куда ты уверен могу война и когда полковника похоронили я понял что мне про я знал что дед он ждет спасибо что рассказал сам положение у нас тогда было совсем аховое пришлось согласиться и вот этот вот гад хочет весь мир спасти он станет пиратом с ядерными ракетами понимаешь не знаю но вряд ли прямо пиратом он же идей не а что сэм отличный ты парень не знаю это он все же не псих да понимаю а черт с ним давай еще выпьем давай давай пей а а а а а что сэм отличный ты парень но не хватает тебе не что сэм а или а ты сэм здесь и там тоже странно надо выпить от это месса вот это совсем другое дело а 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 но оттягивает на полечись легче станет немного ну если легче вот хорошо пока ты приходишь себя давай вернемся к вчерашнему разговору топливо тут действительно есть и даже недалеко в подземной базе субмарин туннели частично затоплены но до цели добраться можно а вход через здание штаба флота только радиация там сумасшедшие без защитного костюма лично я туда не сунусь вот в этом здании было пожарные части костюмы на случай аварий на объектах у них точно были сейчас там бандиты обосновались так что прогулка должна получиться веселая ты как справишься мне нужно немного проветриться так что схожу за костюмами спасибо всем я тут пока тоже подготовлю все спускаться лучше по лестнице дверь вон там внутри да чуть не забыл как будешь спускаться заряди пожалуйста ловушки а то мутанты и сюда захаживают постараюсь коктейль у меня последний остался забирай там на нижних этажах много бандитов неудачников лежит у них должны быть материалы так ну что ж ребята на этом все в любом случае будем завершать потому как у меня просто уже нет свободного места на ссдшники поэтому в любом случае вот круто побых побухали да я в итоге тоже сидел дать только чек попивал вот довольно неплохо кстати когда сэм заснул я реально подумал что опять все зависло это такое ладно подписка ребята прожимаете лайкосик жмякайте колокольчик и ждем новую часть прохождения да ну или дальше проходим историю сэма на этом все всем спасибо всем пока